Всем привет, друзья! С вами Натали, это на, это та, это ли, и добро пожаловать на мой канал! Сегодня вместе с вами мы будем тестировать вкусняшки из нашего обожаемого магазина под названием Fixed Price. У меня, кстати, очень сильно трасли корни, поэтому я, собственно, решила прикрыться вот такой панамой. Кстати, да, напишите в комментарии, идет ли мне это панамам, потому что я не понимаю, вроде как и нормально, а вроде и что-то не то. Я сегодня сходила в магазин Fixed Price. О, там уже был спойлер. В общем, что-то интересненькое я сегодня принесла вам. Но если вы такие ролики любите, то, пожалуйста, поддержите меня большим пальцем вверх, подпиской на канал. Этим вы сделаете мне очень-очень приятно, потому что сейчас почти что все видео снимаются просто за вашу любовь, за ваше внимание, за ваше спасибо, за вашу активность. Поэтому, да, ваша поддержка мне сейчас очень важна. Короче, первое, что будем тестировать, это мини-желе фруктовое и ягодное, которое называется Слуперы. Алтайские продукты плюс 100 к здоровью. Вот такая почела. В честь чего такое название? Что это обозначает? Слупер. Слупер, я бы поняла, типа слопай, слупер, но слупер. Мини-желе Слупер стоило мне 59 рублей. Ща мы слупим Слупера. Надеюсь, я тут не закапаю, не закапаю ничего. Итак, первое со вкусом дыни мини-желе. Ммм, пахнет вкусненько дынькой, реально пахнет дынькой такой прям, насыщенно. Ну-ка, лезет, лезет, лезет. Пробуем. Через горло сразу не улетело, я бы что-то подавила. Очень бодинистая. На дыньку действительно похоже, такой сладенький, непритерный вообще вкус. Такой какой-то нежный. Очень понравилась. Вот эта дынька прям зачет. Вот такая вкусняшка, не чрезмерная, а сахарная, наоборот. Это со вкусом черной смородины. Как, мать его, вкусно пахнет. Я, кстати, не фанат черной смородины, вот вроде бы. Нормально она влетает в ротик. Больше похоже на виноград. Пахнет черной смородиной, но на вкус что-то больше виноградное. Вот эта вот Изабелла, или как там ее? Здесь еще есть облепиха, арбуз, клюква. Мне нравится, что они все разные, ни одного совпадающего нет. Яблоко, клубничное желе и малина. Давайте попробуем желе с облепихой. Ну, слушай, это интересно. Я очень люблю, кстати, облепиховый чай. Напишите, любите ли вы. Я просто обожаю. Он очень вкусный, такой с кислиночкой, такой ароматный. Губы свои не всосала туда. Вот это очень своеобразно. Не могу сказать, нравится мне или нет. Такой приглушенный вкус облепихи. Чуть-чуть сладкий. Ну, что я хочу сказать. Эти желе превзошли мои ожидания, потому что они действительно какие-то натуральные по вкусу и не суперсахарные. Я ставлю лайк. Лайк, лайк, ла-ла-лайк. Теперь я хочу попробовать вместе с вами вот этот замечательный напиток. Fresh Bar Candy Cloud. Double Funny. Сильно газированный. Вот такая здесь голубая водичка. Что вам говорит Double Funny? Если бы вы не вчитывались на звание, вот какой для вас должен быть вкус? Вот у меня ассоциация, я сразу говорю, я не знаю, какой здесь вкус, только его название. У меня ассоциация, что это должно быть что-то ванильно, типа сладкая вата, ваниль. Вот почему-то такое. А на самом деле у нас это сочные ноты кокоса. И стоил он 39 рублей 50 копеек. Ну что ж, открываем. Открываем. Рот тоже открываем. Пахнет, как будто какой-то спрей для тела от Avon. Если честно. А вкусно. Знаете, это как будто не просто кокос, а будто бы он смешан с какой-то все-таки ягодой. Он такой кисленький. Барбарис плюс кокос. Вот что-то такое. Но нет, написано кокос. А, это же вкус карамелек. Вот здесь, кстати, нарисованы карамельки, но ничего не заявлено в названии, не во вкусе. Капец, это вкусно. Я не ожидала, правда. Я вообще не фанатка, в принципе, лимонадов и фрешбара. Но вот этот, вау. Это сладко, но в то же время и кисло. Короче, фрешбар, зачет. Так, угомонитесь, угомонитесь, не мешайте мне снимать видео. Крэкет. О, да, бэби, давайте крэкет. Софт бисквит Крэкет. Сливочный. Орион от бренда Орион Чокопай. Мама, мама, где мой Чокопай? Мама, мама, где мой Крэк? Что? Ой. Мама, мама, где мой Крэкет? 8 крекеров. И стоили они... А что, а где? Мы что, не пробили, что ли? Я что, бесплатно унесла? Печенье затяжное. Может быть, это затяжное печенье. Здесь есть затяжное печенье, которое стоило 79 рублей. И да, я уже догадалась, что они будут в отдельных упаковочках внутри. Вкус у нас просто сливочный. Никакой ни лучок, ни чесночок, ни рогачок. Ничего, чисто сливочный вкус. Это должно быть очень нежно. Крекеры и плотные набивочки. Ммм, они просто воздушные. Не нужно даже делать никакие усилия нажатия зубами. Крекер сам разламывается, как только вы прям чуть-чуть касаетесь своими зубками. Он как соленое облачко. Ребята, это очень вкусно. Надо куда-то от этого избавиться. Кому-то это отдать, иначе, если это останется в нашем доме, я это, блин, сожру дня за два. Надо это кому-то отдать, надо кого-то накормить, надо кого-то угостить, надо подойти на улице к матери с детьми и сказать, ваша детка не хочет крека? Очень вкусные крекеры. Если вы не паритесь за свою фигуру, идите и ешьте. Идите, ешьте, жуйте, глотайте. Это просто потрясающе вкусно. Апа, на пивасик. Шучу. Это квас. Ну да, выглядит, как будто пиво купила. Квас обломов, который производится с 1859 года. Короче, все, как я люблю. Все, как я люблю. Какой-то ноунейм бренд находишь в магазине, покупаешь, и ты такой, ммм, что-то новенькое берешь. А там, оказывается, в каком году до нашей эры, это производили еще мамонты, динозаврик Рекс, дизайнерил упаковку. Это вообще, это палками-копалками еще создавали. А ты такой, ух, что-то новое. Это еще придумано все задавно до того, как родился твой прадед, деда, деда, деда. Ну, короче, 1859 год. Квас живоубражения так умело приготовлены по рецепту уходящими корнями в русскую историю. Мы чтим традиции. Объем 0,45. Квас стоит 33 рубля. Любите вы, кстати, квас, напишите. Я вот как-то не знаю. А как пахнет! О, да, запах прям такой глубокий, такой прям, ммм. Русским духом запахло. Ой, хорошо как. Какой-то средней, средней газированности. Вот то, что он не настолько газированный, для меня это огромный плюс. Потому что, когда вот прям очень много газов, я не сразу понимаю вкус. А тут ты делаешь глоточек и прям такой, ммм. Ты понимаешь сразу все. Он такой вот нежненький и в то же время действительно классический такой квас. Вкус вроде бы яркий, но не чрезмерно. Он как-то нежно, нежно прям распространяется у вас во рту. О, а что с вами все какое вкусное? Может, я голодная просто? Короче, квас тоже за счет, ребят. Тем более, всего 33 рубля. Дальше у нас идет чипса. Чипсики Биг Бон. Я, кстати, когда увидела, я такая, чего? Биг Бон же вроде выпускают лапшу. Вы знали, что Биг Бон выпускает чипсы? И, короче, это картофельные чипсы со вкусом краба. Давайте пробовать, что там, что нам вообще предлагают. Кстати, еще есть со вкусом сыра и со вкусом сметана лук вот здесь сзади на упаковочке. Итак, стоят они 55 рублей. Приятный аромат. Только-только понюхала. Да, вроде пахнет крабцом, но все-таки при внюхивании, при принюхивании картошка пересиливает. Именно аромат натуральной картошки. Я обожаю лейс краб. Они, конечно, бывают, надоедают уже, когда я их много переешь. Я давно их уже не ела, но это мои самые любимые. А вот у нас Биг Бон краб. Слушайте, ну да, это похоже на лейс краб, но чуть менее насыщенный аромат. Не бьет по вашим вкусовым сосочкам, по рецепторам так сильно. Концентрация здесь вот этих всяких добавок как будто меньше. Но вообще это вкусно. Я бы не сказала, что упасть не встать. Я буду питаться теперь только этим и приносить мне это каждый день. Не засыпайте в меня. Но так иногда побаловаться, не знаю, там, на вписке где-нибудь. Блин, о чем я говорю на вписке? Взрослая женщина все еще вспоминает про былые времена. Да, про то, что кто-то когда-то вписывал, кто-то когда-то вписывался. Еще один напиток. На этот раз у нас безалкогольный, тонизирующий. Энергетический, газированный, пастеризованный. Господи, долго вы еще будете описывать, а? Пастеризованный. No limit original. Та и называется он no limit. То есть нет, никакого лимита. Повышает внимание. Кофеин для двойной энергии. И витаминный премикс. То есть вы понимаете, не просто микс витамины, а премикс. Что это значит? Одному боженьке известно, как говорится. Красивая броска и упаковка. Вот согласитесь, вот прям инстаграмно. Вот хочется положить эти бутылочки в ряд, если их еще несколько там по цвету. И сфотографировать. Ну прям реально, очень цепляется глаз. 49 рублей 50 копеек. Так, 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 так. Через верх мне не надо только идти, ладно? Ага. Фу, по-моему, он пахнет ягуаром. Фу, опять это вонь. Почему? 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 Каждый раз, мне кажется, когда пробуют эти энергетики с фикс-прайс, там, да, или откуда-то, я всегда сокрушаюсь, что у 90% энергетиков вот прям одинаковый ароматизатор. Вот почему? Когда что-то другое попадается, я уже такая, вау, нифига себе, сумели что-то другое сделать, чтобы пахло иначе. Ребят, ну я думаю, вы знаете, что такое ягуар. Это просто убийственная вообще смесь. Энергетик с алкоголем, это фу. Ноли с десяти. Ноли с десяти. Но это все-таки вкусовщина. Кто-то очень любит этот вкус. Не знаю, что создает этот вкус. Мне кажется, может быть, таурин создает вот этот вот привкус. Но это пипец. Нет, я такое не люблю. А дальше у нас идет. Опа-на, опа-на. Это хрустнат, арахис, крусящий корочки со вкусом сыра. Вот такая упаковочка. 27 рублей 50 копеек. Коротко и ясно. Без пальмового масла. Сделано в России. Премиум. Гарантия вкуса написано, но при соблюдении условий хранения. Типа такие сняли с себя ответственность. Сыром не пахнет, пахнет арахисом. О-о-о! Вкус старых носков. Вы спросите, Наташа, ты пробовала старые носки? Нет, не доводилось. Но почему-то я думаю, что примерно это будет вот так. Ну, слушайте, конечно, орешек внутри вкусный, но сырная корочка не для меня. Если вы любите, да, сырный вот этот вот вкус, то пожалуйста, вам, наверное, понравится. Я единственное, что люблю со вкусом сыра, это чита с сыром. Но нет, хрустнат в корочке сыр. Если хотите, поесть, как говорится, вотных грязных носков. Ну, а теперь, конечно же, сладость. Куда без сладости? Я купила вот такие чоколайк карамель. Это у нас соломка глазированная. Хотела посчитать, как говорится, глазированная. С арахисом. От бренда Ашакаладова. Сделай жизнь слаще. Кстати, большая такая увесистая прям упаковка. Красиво все выглядит. Соломка такая стоит 79 рублей. Ой. Это корм у Греты приехала. А она на кровати спальня. Слезть сама не может с кровати. Смотрите, очень привлекательно выглядит. Прямо. Ой-ой-ой-ой. Прямо. Ой, слюнки аж выделяются. А пахнет. Знаете, пахнет прям таким сникерсом. Смешанным с чем-то ванильным. Прямо орехами. Орехами. Очень вкусно пахнет. Так. Орехов вообще не пожалели. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, сколько орехов. Усыпанные. Усыпанные орехами. Уберите это от меня. Заберите. Я тоже пойду отдам кинг-дейс. Открыто я не отдам. Боже мой. Это так вкусно. Из-за того, что здесь столько орехов. Это просто потрясающе. Я очень люблю орехи. Ну, конечно, не все, но большинство. Для меня это просто вау. Вы вот эту соломинку, которая внутри, вы даже ее не чувствуете. Из-за того, что здесь вот это обилие карамельного шоколада и орехов. Это потрясающе вкусно. Серьезно. Запакуйте, уберите, унесите. Съешьте, пожалуйста. И меня не зовите. Меня не зовите. Я попробовала на видео. Все. Уберите подальше. Уберите это. Еще давайте всковырнем вот такой киндер. Не киндер. Чупа-чупс. Я купила его на кассе. В коллаборации с вот пиглет. Плюшевые зайки такие, которые появились. Там ручной работы уже давно. И вот, в общем, с ними выпускают еще и яйца чупа-чупс. Яйцо, конечно, у меня вот здесь проломилось. Ну, шоколад здесь обычный, такой молочный. Я как-то пробовала уже, в принципе. Мне больше интересна игрушка. Давайте вместе с вами откроем. Какой зайчик пиглет мне попадется. Какой покорежил, как будто сдувшийся мяч. Какая прелесть, ребята. Какой красивый. Ну, во-первых, здесь прозрачная колба. В детстве так делали. Блэ! А что это у меня кусок пластика отскочил в рот? Какая зайчик красивая, ребята. Я не знаю, получится ли вам показать. А надо вы их в розовом платьишке. С веночком. У нее такие мятные тени на глазах. Какая красавица. Ну, вы посмотрите. Очень милая фигурка. Прям очень. И вот сами эти зайцы плюшевые стоят просто каких-то бешеных денег. Я думаю, ну, я хотя бы закажу шоколадное яйцо. Шоколадное яйцо хотя бы закажу. Раз уж у меня не будет этого зайки. И, собственно, вот бумажка. Какие есть еще? Что-то я уже икаю. Я так поняла, что это выпуск еще и к Пасхе. Потому что все зайчики идут такие в оттенках американской Пасхи. То есть такое все мятное, желтое, розовенькое. Вот даже с яичками здесь они есть. Я очень довольна. Такая няшная фигурочка. Поставлю ее в шкафчик к своим куколкам. Ну, у меня в уголке, бывает, такие маленькие какие-то штучки стоят. Зайку поставлю тоже туда. Сколько стоило шоколадное яйцо? 79 рублей. Ну и последнее, что я попробую, это веганские продукты. Это, знаете, мне как ценителю миндального молока, потому что коровий я пью очень-очень редко. Мне от него плохо. Я взяла попробовать вот такой напиток миндальный, грин ренч, грин ренч, миндаль, ваниль. Сто процентов растительное ореховое молоко. Написано прям на английском, все на другой углом написано на русском, а я только написала молоко. Налила совсем немножечко, я его, кстати, просто так не пью, я всегда делаю кофе. Ну, слушайте, пахнет нормально, пахнет действительно миндальным молоком. И оно такое не идеально белое, но оно всегда такое. Нифига себе не в меру сладкое. Но прям четко чувствую миндаль и ваниль. Не наврали, не наврали. А оно приятное, реально приятное. Оно вкуснее, чем вот этот бренд не молоко. Я его беру только в каких-то прям крайних случаях, если нет других каких-то вариантов. Ну, даже просто так вкусно, не в кофе добавлять, но довольно сладкое. Ну что, делаем завтра кофе на этом молочке. И посмотрим, как будет звучать в кофе. Потому что, да, я пью только с кофе такое молоко, просто так я его никогда не лакаю. Ну и такой напиток стоит 99 рублей за литр. Вот такой у меня был обзор. Что вы пробовали из этих вкусняшек? Пишите в комментарии, что вы вообще из еды или из разных, может быть, тоже вкусняшек или снэков, там, сладостей. Покупаете в магазине Fixed Price на постоянной основе. Может быть, даже что-то берете. Лично я там очень люблю маршмеллоу. Я очень люблю там лапшу, такую типа вьетнамскую, с креветками, острую. Кстати, блин, в этот раз чего-то не было ее. Надеюсь, она там еще появится. Ну и вот, в общем, да, жду ваших комментариев. Жду вас в телеграммчике, в кашечке. В запрещенных соцсетях тоже, в принципе, жду. Потому что я все равно продолжаю их вести. А вы что думали? А вы что думали? Ну и желаю вам хорошего настроения. Целую. В лобик, в щечке, в бровке. И все. Пока-пока.